Добрый вечер. Итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухаммед Салеев. О социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области доложил сегодня президенту глава региона. Алтай Кульгинов рассказал Нурсултуану Назарбаеву о росте основных экономических показателей в ходе реализации государственных и отраслевых программ. По итогам прошлого года в области наблюдается рост показателей в промышленности, перерабатывающем секторе и строительстве. Объем валовой продукции составил свыше 2 триллионов тенге. Уважаемый Нурсултан Абишевич, социально-экономическая ситуация в области стабильная. Активно осуществляются принятые государственные программы. По результатам их выполнения в экономике наблюдаются положительные тенденции. Например, в 2015 году объем валовой продукции составлял 1 триллион 700 миллиардов тенге, а в 2016 дошел до 2 триллионов, а в прошлом году составил 2 триллиона 200 миллиардов тенге. Как вы и поручали, сохраняется 4-процентный рост. Хорошие показатели в промышленности. За прошлый год рост составил 5,7%. Индекс физического объема также сохранил положительную тенденцию. Развивается перерабатывающая промышленность. Больших показателей удалось достигнуть благодаря программе индустриально-инновационного развития. Вместе с тем у нас есть успехи в сфере строительства. В прошлом году мы сдали на 42% больше жилья, чем в предыдущий год. Благодаря программе Нурлежер, нуждающиеся в жилье казахстанцы, смогли получить его по доступной цене. В этом году для реализации 17 крупных проектов в Казахстане намерены найти зарубежных инвесторов. Привлечение иностранного капитала в экономику страны обсуждали сегодня на заседании правительства. Премьер-министр Бахаджан Сагентаев поручил все вопросы решать оперативно в рамках одного окна. Перед оками областей стоит задача строго контролировать эффективность новых и уже реализованных ранее проектов. Для простаивающих производств глава правительства поручил найти новых инвесторов. Зарубежные предприниматели охотно инвестируют в казахстанские проекты. В Костанайе с их участием налажено производство легковых машин. В соседней северо-казахстанской области открыт современный завод по переработке масличных культур. В этом году в республике будет реализовано еще пять казахстанско-китайских проектов. Объем инвестиций по этим проектам составляет 623 миллиарда долларов. К примеру, китайские инвесторы финансируют строительство завода по производству промышленных взрывчатых веществ в Карагандинской области и производство кальцинированной соды в Казалардинском регионе. Всего иностранные инвесторы реализуют в Казахстане 145 проектов. Общая стоимость почти 48 миллиардов долларов. Все чаще инвесторов интересует обработка. Ведутся переговоры с австрийскими инвесторами, заинтересованными в строительстве завода по производству полиэтиленом. Второй крупный проект сможет обеспечить страну изделиями из пластика. Открытие предприятия намечено на 2021 год. Проект по производству полипропилена мощностью в 500 тысяч тонн находится в активной фазе. Стоимость его 9,6 миллиарда долларов. Привлечено заемное финансирование. Решен вопрос обеспечения сырьем. В 2018 году по проекту планируется начать фундаментные работы и прокладку подземных инженерных сетей. Международные финансиституты активно вкладывают в Казахстан. ЕБРР, к примеру, готов инвестировать в газификацию центрального и северных регионов страны 370 миллиардов тенге. Хараджу Румбаев, Дамир Абуов, Азамат Саметов. Итоги дня. По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот Казахстана достиг 69,5 миллиардов долларов. Больше половины всех экспортных объемов нашей страны пришлось на страны ЕС. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана и страны Евросоюза подписали 3 года назад. Накануне в Брюсселе стало известно о том, что уже в этом году могут стартовать переговоры по облегчению визового режима для казахстанцев. Сейчас официально Астана предлагает обновить стратегию Евросоюза по Центральной Азии. В частности, мы упомянули развитие частного предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса, вопросы, связанные с цифровой экономикой. Кроме того, мы говорим о том, что необходимо уделить особое внимание охране окружающей среды и образовательным программам для молодежи Центральной Азии. Активно торгует Казахстан не только со странами ЕС. Евразийский экономический союз дает странам-участницам возможность быть конкурентоспособными на мировом уровне. Сенатор Дариган Азарбаева встретилась с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В январе этого года введен в действие Единый таможенный кодекс ЕС, и теперь необходимо провести тщательную работу по гармонизации законодательств. Мы сегодня поднимали многие проблемные вопросы, которые мешают дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений. Несмотря на то, что подписаны договора международные, они ратифицированы парламентами наших стран. Такой формат дополняет наше, как мы считаем, достаточно эффективное сотрудничество между Советом Федерации и Сенатом Казахстана. И такую практику надо развивать и с другими комитетами проводить встречи, обсуждения. Партия Нур-Утан активизировала работу по поддержке малого и среднего бизнеса. Одной из актуальных проблем предприниматели называют недостаточное финансирование и высокие процентные ставки по кредитам. Об этом бизнесмены рассказали первому заместителю председателя партии Маулену Ашимбаеву в ходе рабочей поездки в Алма-Ате. Отделение дневного пребывания номер 3 для детей с психоневрологическими патологиями – один из социальных проектов партии Нур-Утан под названием «Будущее без барьеров». Здесь 30 малышей с особыми потребностями получают необходимые услуги. К детям, как и полагается, гость из Астаны приехал не с пустыми руками. Современный логопедический тренажер Дельфа поможет побороть речевые проблемы. Два года сидела дома с ребенком. Нам очень не хватало такого центра. Теперь появилась возможность работать. Привожу ребенка в 9, забираю в 6. Здесь он окружен заботой. Ему очень нравится. Идет сюда с настроением, возвращается домой с настроением. И главное, наблюдается значительный прогресс в развитии ребенка. Этот современный торговый центр появился на месте бывшего вещевого рынка. В Алматы по инициативе партии уже модернизировано 16 базаров, где прежде процветали стихийная торговля и теневой бизнес. Здесь Маулен Ашимбаев встретился с предпринимателями и выслушал их проблемы. Труженики малого бизнеса говорят, что ощущают государственную поддержку. Но вот с кредитами совсем худо. Объемы финансирования низкие, а процентная ставка высокая. Этот прогресс мы будем обсуждать. И будем вместе с правительством искать какие-то приемные механизмы поэтапного движения в сторону уменьшения процентной ставки и обеспечения фондирования для нашего бизнеса. На встрече с партийным активом города речь шла о полной перезагрузке. По поручению главы государства в Нур-Уртане будут пересмотрены и актуализированы все существующие проекты. Главная цель – превратить их в максимально эффективный инструмент партийной поддержки и сделать так, чтобы эти проекты стали приносить конкретную и ощутимую пользу населению. Сегодня идет большой процесс модернизации нашей партии. По многим направлениям сегодня активизируется работа в соответствии с поручением главы государства, специалистами нашей партии. Сегодня мы проводим процесс модернизации таким направлением, как усиление кадровой политики, как активизация наших социальных и иных проектов по укреплению аналитической деятельности нашей партии. Главное – не количественный, а качественный состав партии считают в Нур-Уртане. Ее ряды должны пополнить молодые таланты. С ними заместитель председателя партии встретился в молодежном бизнес-центре, который открыт для посетителей 24 часа в сутки. Ежегодно партия выделяет премии молодым изобретателям на воплощение в жизни технологических решений. По словам Маулена Ашимбаева, в ближайшее время будет запущен еще один крупный проект по поддержке талантливой молодежи. Мы очень рады, что сейчас меняется тенденция на поддержку молодежи, развитие бизнеса, их поддержки. В моем кругу очень много людей, которые занимаются бизнесом, но не хватает ресурсов для реализации их идей. В результате перезагрузки Нур-Уртан должен стать современной, эффективной и высокотехнологичной партией 21 века. По словам Маулена Ашимбаева, конкретное видение и механизм, как это сделать, уже есть, и реализаторы этой задачи нацелены на серьезный результат. Оскар Сергалиев, Кенжи Амраев. Итоги дня. Алматы. До 318,6 тенге за доллар в США укрепилась национальная валюта сегодня. Таковы итоги утренних торгов на казахстанской фондовой бирже. Минимальная цена за американский доллар достигала 318 тенге, максимально около 319. Курс нацвалюты в обменниках страны варьируется от 317 до 320 тенге за доллар. Это максимальное укрепление тенге за последние 8 месяцев. Онлайн-займы обретают популярность среди населения. По данным Первого кредитного бюро, в прошлом году услугой «Быстрые деньги» воспользовалось почти четверть миллиона казахстанцев. Одна из опций в борьбе за клиента – кредиторы готовы привезти наличку домой. Вот только зачастую вынуждены обращаться они от хорошей жизни. Финансово неграмотные клиенты становятся настоящими жертвами недобросовестных кредиторов. Подробнее об этом в репортаже Дамира Абуова. Деньги до зарплаты без лишних справок за три минуты. Заманчивые рекламные вывески все чаще бросаются в глаза прохожим. На оформлении кредита живые очереди. Перед Новым годом мы брали 31 тысячи, но я почти 40 заплатил. Этот терминал работает, что называется, на клиента. Здесь человек выбирает, сколько хочет взять займа. Система за считанные минуты обрабатывает данные. Деньги выдаются, как в обычном банкомате. Условия кредитования везде схожие. Деньги дают на месяц по 2% в день. Вроде бы немного. Деньги с доставкой до зарплаты за 15 минут без лишних вопросов. Но экономист Рахим Ушагбаев уверен, такие ставки загоняют казахстанцев в долговую яму. 2% в день – это на минуточку 730% годовых. И очевидно, что это абсолютно грабительские, кабальные проценты, которые недопустимы, поскольку в целом у нас установлена максимальная ставка вознаграждения по кредитам для банков и микрокредитных организаций в размере 56% годовых. 908 625 тенге – это суд присудил основной долг вернуть и госпошлину в размере 30 тысяч тенге. Несколько лет назад жительница Алматы Наталья Егер оформила кредит на 50 тысяч тенге. Просрочила почти полгода и сумма долга выросла до 700 тысяч. Разговаривать с кредиторами девушка намерена была только в суде. Но про Наталью в компании забыли – на 2 года. После неожиданно подали иск в суд уже на 35 миллионов тенге, потом на 10. Хотя они мне не предоставляют этой бумаги, с чего образовалась эта сумма, мне интересно. Но они со мной торговались как на базаре. На данный момент мы с ними подписали мировое соглашение на 200 тысяч. Я попала, да, по своей неграмотности. Ну, разве можно пользоваться людьми? История Натальи – пример того, что нужно внимательно читать договор и вообще лучше не связываться с подозрительными финансовыми конторами. Деятельность многих онлайн-компаний неподконтрольна. Этот мужчина, скрывающий лицо и голос, тоже погряз в многомиллионных долгах. Говорит, добиться справедливости в борьбе с ростовщиками практически невозможно. Они начали не делать альтернативную подсудность в виде арбитражных судов. В арбитраже не рассматривают, как в государственном суде подробно. Они все решают в пользу этой организации. Они даже оставляют пеню. Они оставляют миллионную пеню, понимаете? Вот ответ на наш запрос генеральной прокуратуры. Разобраться в легальности этих финансовых компаний генпрокуратуры попросили сенаторы. Ответ пришел короткий. Оснований для проверки нет. Просто закона нету, который бы регулировал работу этих компаний. Это даже не банки. Это обыкновенные ТОшки. У них же даже нету ни аккредитации, нету неразрешения. Вообще ничего. По словам Сергея Ершова, если взяться за дело сейчас, то через полгода поправки, ограничивающие кабальные процентные ставки и пенни, могут быть приняты. В ассоциации онлайн-компании инициативу поддерживают, но просят не спешить. Рынок имеет свою специфику. Подходить к нему как просто банковскому рынку, а не совсем правильно с методологической точки зрения. И вот важно, наверное, в диалоге, в конструктивном, в обмене мнениями получить то регулирование, которое бы отвечало интересам потребителя, интересам общества, интересам государства, интересам инвесторов, интересам компаний. Что думают по этому поводу в Нацбанке, неясно. Наш запрос в финрегуляторе оставили без ответа. По мнению политолога Марата Шибутова, установление потолка по процентным ставкам убьет рынок. Компании, занимающие до зарплаты, уйдут еще глубже в тень. Надо регулировать рынок, чтобы были защищены потребители, и давать развиваться компаниям. Чем больше они будут развиваться, тем ниже будет процентная ставка. Тем временем рынок онлайн-кредитования растет стремительными темпами. Займы в несколько кликов оформили в прошлом году почти 250 тысяч казахстанцев. Общая сумма – 39 миллиардов тенге. Это без учета данных, скрытых от статистики. Вообще подлинных данных о количестве тех же онлайн-компаний в Казахстане нет. Остается неизвестным, сколько таких людей, как Наталья, с кипами документов отстаивают права. Я бы назвала, может быть, грубым словом, что попадаешь как в рабство. Дамирабу, Владимир Бовкис, Дин Мухаммед Каликулов, Ермек Абдрахманов, Мирамбек Ахмаканов и Батарбек Газельбеков. Итоги дня. Крупное картельное соглашение выявлено антимонопольным ведомством в начале этого года. Два ведущих производителя серной кислоты подозреваются в ценовом сговоре. Дело сейчас рассматривает суд. Нарушителям грозит штраф в размере около полутора миллиардов тенге. Борьбу со сговорами сегодня обсуждали на Евразийском антимонопольном форуме. Там же разъяснили отмену дешевого ночного тарифа на электроэнергию как неоправдавшего надежд. Мы его отменили, поскольку для большинства бизнесов он был абсолютно невыгоден. Бизнес очень воспринял резко эту новеллу. И за пять лет действия они не показали свою эффективность. Мы, к сожалению, на увеличение в ночное время потребления не перешли. Но, тем не менее, у нас, вы знаете, сейчас рынок с бытовой электроэнергией является общественно значимым. То есть мы не контролируем там все и вся. Те субъекты рынка, которые не контролируются нами, то есть цены которых не регулируются, они вправе устанавливать и подобный вид дифференциации тоже. По договоренности с потребителями своими. Они могут устанавливать его и по времени суток в том числе. В Усть-Каменогорске обесточили трамвайные линии. В утренние часы пик рельсовый транспорт остановили. Энергетикам, банкам и налоговым органам электропарк задолжал почти 600 миллионов тенге. Долги предприятия на фоне изношенных вагонов и путей подтолкнули местной власти создать муниципальное депо. В запутанной схеме городских фазажирских перевозок разбирался Вячеслав Витлугин. Трамваи в Усть-Каменогорске теперь уж точно могут считаться самым романтичным видом общественного транспорта. С сегодняшнего дня эти старые вагончики будут курсировать лишь в вечернее время суток. Впрочем, реальная причина такого графика от романтики вполне далека. С 10 утра до 17 вечера трамвайное депо ограничивают в электроснабжении. Усть-Каменогорска появилась своя экзотика – ночные трамваи. Вот только горожане о подобных новшествах, похоже, не в курсе. С самого утра пассажиры терпеливо ожидают дневного прибытия стареньких вагонов. Вы трамвай ждете? Да, да. Давно ждете? Десять минут. А вы не знаете, что трамваи больше не поедут? Нет, не знаю. С 10 до 17? Вообще не ходят. Тогда надо уходить с установки. Спасибо, что сказали. В самом трамвайном депо сейчас лишь видимое затишье. Предприятие на грани банкротства. У парка 450 миллионов тенге банковских кредитов, полученных якобы на ремонт и обновление подвижного состава. Погашать займы и одновременно расплачиваться за коммунальные услуги предприятие оказалось не в состоянии. Долгов за электроэнергию накопилось на 74 миллиона тенге. С таким грузом задолженности трамваи вряд ли тронутся. Подобная ситуация руководство области не устраивает. На недавней встрече с населением глава региона Даниил Ахметов четко обозначил намерение местных властей вернуть депо в госсобственность. Но трамваи не встанут. Мы проработали этот вопрос. Приобрели в городе Алма-Ата значительно лучшее, я повторяю, многократно лучшее, пусть не новое, но в прекрасном техническом состоянии. Мы создадим свое предприятие коммунальное, которое безусловно выполнит стоящие задачи. Первый шаг навстречу муниципальному трамвайному парку чиновники уже сделали. За 118 миллионов тенге закупили для региона алматинские трамваи, 13 вагонов от 1983 до 1995 годов выпуска. После многочисленных ДТП с участием этих трамваев в Алматы от них отказались и даже собирались пустить на металлолом. Но на востоке страны эту технику посчитали вполне пригодной для эксплуатации. Действующего директора депо Анатолия Успенского такое обновление не впечатлило. Он предложил решить трамвайный вопрос с помощью турецких инвесторов. По его словам, они готовы вложить в дело 1 миллиард тенге. Во-первых, мы сможем закрыть часть долгов своих, в том числе по ШГС «Энерготрейд». Это позволит купить на первом этапе 7 белорусских вагонов новых абсолютно. Это позволит вложить деньги в приобретение запасных чтений, действующих подвижных составов. Судьба трамвайного парка решится в ближайшие два месяца. В любом случае без рельсового транспорта Усть-Каменогорск не останется. Желающих заняться организацией пассажирских перевозок, как выяснилось, достаточно. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. В Алматинской области возросло количество подтопленных дворов. Вчера вечером в городе Каскелен водой накрыло 28 участков. Сейчас подтопление зарегистрировано в шести районах области. По ликвидации последствий задействовано свыше 70 единиц техники. На местах работают больше 300 человек. Помимо сотрудников ДЧС, это представители ДВД, Национальной гвардии, а также местных исполнительных органов. С нами уже определены наиболее рискованные районы по области. Там уже наша группировка сил от департамента ДЧС по всем районам уже выехала для разведки. По нашим данным, 96. В населенных пунктах в Алматинской области больше 800 водоемов. Там есть у нас и гидросооружения. Все это находится под контролем. Дополнительно выставлены посты касты для защиты по области, особенно в предгорных местах. Атравские фермеры активно внедряют новые технологии. На первой в Казахстане племенной козьей ферме за здоровьем животных следят с помощью микрочипов, а новые продукты разрабатываются с привлечением ученых. Эта козья ферма стала первой в Казахстане подобного масштаба. Племенные альпийские козы уже адаптировались к суровому атравскому климату, и сегодня ферма работает в полную мощность. В ассортименте 12 видов продукции. Ставку делают на качество продукта. В этом направлении мы работаем с Алматинским университетом. Разрабатываем линейку биопродуктов. Это йогурт и актимели. Главное наше требование – это производство продуктов без каких-либо добавок. Только в таком случае наша продукция будет не только востребованной, но и полезной для здоровья. Новые технологии прочно входят в повседневную жизнь фермы. Первые 250 коз получили цифровые микрочипы. На маленькой микросхеме собирается и передается информация о состоянии животных на компьютер заводчика. Внедрение новых технологий на наш завод облегчило нам работу в трех направлениях. Для нашего завода была изготовлена специальная программа «Афигот» уникальная, которая нам позволила облегчить работу со стороны зоотехников, со стороны лаборантов и со стороны доения. В будущем здесь планируют увеличивать цифровую составляющую всех процессов. Кроме снижения нагрузки на людей, повышения качества производства, это позволяет удаленно следить за всей деятельностью хозяйства. Далее коротко новости регионов в нашем традиционном обзоре. Проблему теплосвобжения «Темиртаус» может решить строительство еще одного котла-агрегата. Местная ТЭС-2 последние несколько лет лидирует в республиканском рейтинге по количеству нареканий. По предварительным данным строительство нового котла оценивается до 50 миллионов долларов. Свои технические решения по модернизации ТЭС предлагают пять строительных компаний из Казахстана, России и Китая. В Тарбогатайском районе Восточно-Казахстанской области в рамках программы «Нурлажер» планируется строительство 200 частных жилых домов на выделенных участках. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации новых микрорайонов и решается вопрос о прокладке коммуникаций. Жилые массивы будут построены в двух крупных селах района. Увеличить число туристов до 2 миллионов человек планируют в этом году в Алматинской области. Сейчас этот показатель на уровне полутора миллионов. В регионе собираются развивать туристский кластер и новые направления туризма – гастрономические, этнографические и кемпинговые. За последние три года поток туристов в области возрос на 77%. В Западно-Казахстанской области отмечен рост нарушений на границе. С начала года зарегистрировано 5 правонарушений. Для сравнения, в прошлом году их было всего три. На днях по подозрению в организации незаконных переходов были задержаны гражданин Азербайджана и двое местных жителей. 2018 год в Павлодарской области, занимающей одно из лидирующих мест по заболеваемости онкологией, объявлен годом экологии. От предприятий требуют не допускать несанкционированных выбросов и полностью соблюдать экологические требования. Казахстан представил стенд на международной выставке Mobile World Congress в крупнейшем событии в сфере мобильной индустрии и инфокоммуникации. Ежегодная выставка в Барселоне объединяет самых известных мировых операторов, производителей мобильных устройств и контента. На казахстанском стенде представлены лучшие технологические достижения и опыт работы Казахтелекома. На выставке в Барселоне Казахстан представил технологии умного дома и города, системы и датчики, позволяющие удаленно контролировать температуру в квартире, открытие входной двери, задымление и обеспечить безопасность. Цифровая революция предполагает развитие этих сервисов. Многие из них уже доступны казахстанцам и внедряются. Казахтелеком дает возможность контролировать все необходимые нужны, которые охвачены инфраструктурой вокруг домохозяйства, квартиры или живого дома. Это, допустим, контроль измерения качества воды, контроль измерения электроэнергии. Это безопасность прежде всего. В открытии выставки и казахстанского стенда принял участие заместитель премьер-министра Аскаржу Могалиев. Он возглавил делегацию нашей страны на деловых встречах с партнерами, международными мобильными операторами, производителями оборудования и программного обеспечения. Оператор Казахтелеком представляет свои возможности в сфере транзита, интернет-трафика и ищет сотрудничество в рамках развития связи нового поколения 5G. Сейчас здесь на выставке все говорят, все компании говорят только про 5G. Это один тренд, который крайне необходим и в котором крайне необходимо искать партнеров, технологические решения, оборудование. Выставку мобильной индустрии в Барселоне ежегодно посещают около 100 тысяч человек. Она стала крупнейшей платформой для запуска новых гаджетов и заключения соглашений о сотрудничестве. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, Барселона. Книгу главы государства «Эра независимости» будут использовать в учебном процессе. Об этом сегодня рассказал исполнительный директор фонда первого президента Канад Джумабаев. По его словам, книга стала не только историческим путеводителем, но и источником для будущих исследований особенностей становления развивающихся независимых государств. Конференции, посвященные обсуждению книги «Эра независимости», приняли участие ведущие эксперты из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, а также известные казахстанские ученые. Скажу, что многие моменты учат жить. Не могу подчеркнуть и не отметить видение вашего президента Назарбаева значение истории. Но вот только, наверное, люди, которые понимают роль гуманитарных знаний, роль истории, могут в своей книге иметь такой раздел. История – как мощный фактор сплочения общества. Я, как историк, тоже понимаю, что история и культура – это то, что нас объединяет. Объединяет два народа. Буквально через неделю казахскому телевидению исполнится 60 лет. За эти годы выросли несколько поколений отечественных телевизионщиков. Казахская ТВ подарила целую плеяду знаковых имен. Среди них мой коллега Тлеохабл Манжасар, автор тысячи репортажей, лауреат множества премий, обладатель президентского гранта и государственной награды – медали Ерин Енбегушин. О мэтре казахстанской тележурналистики Тлеке и просто человеке с огромным сердцем – материал Адильхана Сахари. Тлеохабл Манжасар снял тысячи сюжетов на самые разные темы. Нередко становился первопроходцем. Первым ввел парламентские репортажи из новой столицы. Первым рассказывал о сошедшем селе или о незаслуженно забытом героя. Один из тех, кому Тлеке помог вернуть былую славу – Алимгаза Раимбеков, некогда сыгравший «Ангела в тюбетейке» в знаменитой кинокомедии. Актер рассказывает, что после того репортажа к нему снова зачастили журналисты. Местные власти стали звать на различные мероприятия, а режиссеры приглашать сниматься в кино. Он читается каждым человеком. Молодой человек или старый. Он не разделяет. Всеми разговаривает, как равновесникам. Приятный человек он такой. Красивый в жизни. Тлеохабл Манжасар начал карьеру телевизионщика в 1975 году. Сразу же после окончания вуза готовил молодежные программы. Затем, по семейным обстоятельствам, уехал в родной Туркестан. А вернулся на телевидение спустя 15 лет, когда республика уже обрела независимость. Вел спортивные новости. Затем стал корреспондентом только создававшегося тогда агентства «Хабар». У него неповторимый бархатный голос. Мы называли его преемником легендарного диктора Анорбека Байжанбаева. Но он оказался не только хорошим диктором, но и выдающимся журналистом. Сегодня Тлеохабыла можно смело назвать одним из тех, кто стоит у истоков тележурналистики независимого Казахстана. В 90-е годы мы снимали свои сюжеты на камере ВАЧС. Оказывается, за границей этот формат использовался для любительской видеосъемки. Поскольку компьютеров тогда еще не было, тексты писали от руки, а затем отдавали на печать машинисткам. Бумагу старались экономить. Использовали обе стороны листа. Вот так и работали. «Телевидение за последние годы сильно изменилось, говорит Тлике. И каналов стало больше, и оснащение намного лучшелось, и технологии используются самые передовые. Но главным, как и прежде, остается искренность репортажей и любовь телезрителей». Адильхан Сахарий, Куаныш Тургенбаев. Итоги дня. Алматинская область. Ветеран казахстанской журналистики Юрий Поминов презентовал в Павлодаре свою новую книгу из серии записки редактора. В издании «Как я был» автор рассказывает об истории края, важных событиях, которые происходили в Казахстане и родной для него Павлодарской области. Юрий Дмитриевич, выпускник Казахского государственного университета, многие годы возглавлял областную газету «Звежда Приртышья», которой в этом году исполняется ровно 100 лет. Такими были новости дня. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова